Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Сегодня на основании евангельского текста «Евангелие» от Матфея, 4 глава, с 5 по 7 стих, мы зададимся вопросом, в чем суть искушения религиозным чувствам? Прочитаем теперь этот отрывок. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да и не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. На что здесь надо обратить внимание? Дьявол здесь спекулирует на религиозном чувстве. Дьявол берет его, Христа, и переносит его в святой город. Вот, прочитали мы у Матфея, в Иерусалим, это сакральная территория, святой город. Ставит его на крыле храма, храм считался святыней, потому что там находилась святая святых. И при этом дьявол цитирует святое Писание, написано, говорит он. То есть лукавый явно спекулирует на религиозном чувстве. Он как бы говорит, если ты в святом городе, если ты на крыле святого храма, вот написано тебе в святом Писании. И приводит цитату, которая в устах дьявола превращается в провокационный призыв. Бросься, прыгни, ведь сказано, написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да и не приткнешься о камень ногою твоею. Вот это искушение чудом – это и есть коварство дьявола. Самые последние искушения будут тоже искушения чудом. Те искушения, которые будет творить главный обманщик – антихрист. Православные христиане не должны придавать большого значения чудесам. И это совершенно очевидно. Во-первых, чудо похищает заслугу веры и надежды этих двух теологических библейских добродетелей. Почему чудо похищает заслугу веры и надежды? Потому что, когда человек останавливается перед фактом чуда, это не его решение. Это вторжение в его реальность, и это вторжение вынуждает его что-то делать. Поэтому, даже если он делает что-то правильное в этот момент, ему это никак в заслугу не вменяется. Поэтому Иисус Христос однажды сказал своим ученикам, мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Эти слова были обращены к апостолу Фоме. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные невидевшие и уверовшие». Действительно, если человек, как апостол Фома, увидел Христа с ранами на руках и с ранами на ногах, он как бы неизбежно признает эту реальность. Но Христос добавляет «блаженные невидевшие и уверовшие». Мы, христиане неапостольского века, мы не видели Христа, как апостол Павел пишет, что мы не знали Христа по плоти. Но мы уверовали в Него, и уверовали в Него не потому, что Он убедил нас каскадом чудес с неба, а потому что возлюбили Его. Вот для меня, я думаю, и для многих других христиан, православных, фактором личной веры является нагорная проповедь Иисуса Христа. Потому что она является такой образ нашего божественного Учителя, так раскрывает его характер, что не любить Его невозможно. Оказывается, Господь посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождит дождем на праведных и на неправедных. И одинаково по-доброму относится каждому человеку. Таким образом, чудо похищает и заслугу любви. Смотрите, что мы находим в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 37-38 стих. «Если я не творю дел Отца моего, говорит Христос, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, то есть все равно не можете поверить, верьте делам моим, то есть чудесам, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Вот в каком случае надо делать акцент на его чудесах. Когда не верите мне, верьте делам. А мы предпочитаем верить Ему без факта неких чудес в нашей жизни, и христиане всегда дают предпочтение нравственно-моральным чудесам собственного духовного возрождения. Разве это не чудо? Кем мы были? В какой пропасти мы все находились, и как Господь вывел нас на правильную дорогу? С другой стороны, как я уже сказал, опасность от веры в чудеса, она очевидна в преддверии пришествия последнего чудесника, Антихриста. И мы читаем в книге «Откровение» Иоанна Богослова, 13 глава, 11 по 15 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобных Агнчем, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вот здесь мы видим великие чудеса, бесовские чудеса, которые будут творить приспешники Антихриста и сам Антихрист. И те, которые гоняются за чудесами, они добегаются. И смотрите, что пишет Андрей Кисарийский, преподобный Андрей. «Одни говорят, что зверь – это и есть Антихрист, другим думалось, что Сатана, а два рога его – Антихрист и Лжепророк». Здесь мы прочитали два рога, как бы агнчи, то есть он будет выглядеть как агнец. Антихрист будет стараться как бы имитировать Христа. То есть соблазн, в который он поглотит все человечество, это будет ложный религиозный обман. И Викторин Пиктовийский в своих комментариях на Откровение пишет, он собирается так действовать пред людьми, то есть Антихрист и Лжепророк, чтобы казалось, что мертвые поднимаются. Все эти маги также действуют пред людьми через ангелов-отступников, то есть через тех ангелов, которые пали. И подчеркивая религиозный характер всех этих чудес, Примассий, древнехристианский экзегет Примассий, в своем комментарии на Откровение Иоанна Богослова, он настаивает на том, что сведение огня с неба на землю – это будет попытка имитации чудо Святой Пятидесятницы, когда огненные языки сошли с небес на апостолов. И Антихрист будет пытаться имитировать это чудо. И Примассий пишет, то, что он огонь низводит с неба на землю, то есть из Церкви Небесной на жителей земли, означает, что он, или используя переменчивость человеческого рода, или с помощью уловок падшего врага, то есть самого дьявола, заставляет своих рабов говорить на новых и многообразных языках, как в Де Пятидесятницы апостолы заговорили на языках, а здесь будет такая имитация. И вы знаете, братья и сестры, что харизматические движения сейчас усиливаются во всем мире. Примассий пишет, древнехристианский экзегет, поэтому они, то есть еретики, тараторят, тараторят, то есть говорят какую-то абракадабру, словно приняли дар Святого Духа, который в виде огненных языков однажды истинно сошел на отдельных учеников Христовых, ибо этим знамением Господь прежде всего отметил верующих, говоря, у веровших же будут сопровождать сие знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками и подобное. Следовательно, продолжает Примассий, неудивительно, что этот зверь, который лицемерно присвоил себе имя Агнца, он объявит себя кротким Агнцем, Христом, убитого и живого, то есть он будет как бы убит, потом как бы воскреснет, обманным путем и передразнивая через эту тарабарщину приписал себе этот высочайший дар Духа Святаго и выдумал, что де его слуги обладают этим даром ангельских языков, иных языков. Как Симон некогда похвалялся, имеется в виду Симон Волхв, но сделать ничего не смог. Конец цитаты. Вот здесь мы видим совершенно четко, что Лукавый, он эксплуатировал и будет эксплуатировать религиозные чувства людей, но характер этой религиозности надо определить. Такой характер религиозности не со знаком плюс, а со знаком минус, поэтому он и будет антихристом, то есть полной противоположностью Христа, истинного Христа. Поэтому не будем гоняться за чудесами, а подчиним свое сознание воле Божией. И с помощью Святого Писания дадим ответ на все эти искушения, как и Христос в данном случае, когда Лукавый искушал его, он ответил ему словами из Святого Писания. где сказано, «Не искушай Господа, Бога своего». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!